Всем большой-большой привет. Меня зовут Анастасия. Моего кота зовут Барди. И это наш СМР канал. Сегодня у нас будет очередная распаковка. Я до этого делала видео с макияжем, который вы сейчас на мне видите. Но я не знаю, в каком порядке тут вы увидите эти видео. Барди все это время сидел сзади меня. Поэтому сейчас он куда-то пошел гулять. Потому что одно видео он уже отсидел. В принципе, не нужно ему идти и сниматься в новом видео. Поэтому пусть гуляет. Давайте, как всегда, испробуем наши. Как всегда, по традиции, сделаем наши руки готовыми к распаковке. Как вы видите, побольше. И этот крем уже у меня заканчивается. То есть вы можете видеть, что я очень часто им пользуюсь. Поехали. Большое, что я. еее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот Так что если вы любите всякие там дейковки или украшения на осень То так же можете ожидать в скором времени выхода новых видео на эту тему Как всегда немного триггеров вначале Можете расслабиться А я буду показывать классные вещи Какие-нибудь новенькие Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что эта щеточка может выдавать столько разных звуков Потому что вот эта часть, она более мягкая А та, которая внизу, мне кажется, у нее какой-то более, не знаю, определенный жесткий звук Оно тоже прикольный, по-моему, да? Ой, у меня тут что-то на голове Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И вообще действительно другой звук Когда можно вот так вот сделать волну То получается совсем по-другому Вот так вот Вот так вот Вот так вот прикольно можно находить Всякие упаковочные штучки А потом использовать их в качестве ASMR контента По-моему немного поскрипывает Давайте же наконец-таки обратим внимание на этот чехол Который, я уже сказала, подходит по цвету к фону Тут такое черное красивое сердечко Там вообще-то были варианты, по-моему, розового цвета А он, кстати, подходит к моему макияжу сегодняшнему И на фотографии, по-моему, этот чехол сиреневый Он выглядел более светлым, что ли, или нежным Наверное, более нежным, правильно не будет сказать Да, но это тоже красивый оттенок Здесь написано Be Loved Типа быть любимым И сердечки по краям Ну, а сердечки я хочу сказать, что напечатаны криво Я уже вижу Но звук прекрасный От этого чехола Мне нравится, что здесь полностью покрывается часть камеры И остаются только круглешочки для самой камеры Иногда бывает, что вот эта часть, она не закрыта вокруг круглешков От этого чехола Продолжение следует... Вот смотрите, что это... Партик Партик, привет Партик, скажи привет всем Он вам помахал хвостом вместо лапки Хотела вам показать, где именно напечатана криво Вот, если видите, здесь надпись заходит как раз на кнопку Немного вот, и здесь вот оно сердечко Сейчас, вот оно сердечко, которое, смотрите, прям на вот этой золотой части Оно вот здесь вот, то есть оно должно все быть сдвинуто выше То есть начиная отсюда, сердечки, 4 сердечка, а не 3 И надпись должна быть чуть-чуть выше, вот, то есть где-то отсюда начинаться Хотя она вроде бы и так на скосе, да, короче, как-то непродуманно Но зато остаются эти следы, вот, сейчас Да, следы от моих пальцев, конечно, остались В защиту можно сказать, конечно, что на лю можно пойматься как-то В защиту можно сказать, что... Бартик, ты че... Что у меня руки в креме Но все равно, мне кажется, это тут от любого воздействия будут оставаться следы Ну, по крайней мере, красивенькие Давайте см... Прости, пожалуйста Давайте смотреть следующий чехол У меня, по-моему, сегодня только два Поэтому мы с ними справимся быстро Следующий чехол у меня упакован просто в пакетике По крайней мере, я не знаю, как он упакован, да Но я могу прощупать прям конкретную форму чехла Пакетик, ты чехол давайте вскроем аккуратно вскрывать буду с той стороны, где маловероятно можно встретить что-то лишнее, что нужно обрезать ой, а оно прям тут, смотрите, где я резала интересно, я порезала хорошо, что не чехол а, да, блин вот нельзя мне доверять, резать смотрите, что там, сейчас я достану, подождите что я порезала ладно, допустим, так и должно было быть я из хороших побуждений хотела резать именно с этой стороны чтобы не задеть ничего и достать все целеньким, но не получилось зато уже открытый чехол уже, вот видите, у меня уже палец там о, а я только хотела сказать, вау, очищающая салфетка, ну надо же я только хотела сказать, где же все эти записки записки, которые они нам вкладывают а тут есть какая-то записка, кстати помните в прошлом видео распаковки, сколько они нам записок вложили? там было очень много записок прям как будто бы они любовные письма пишут горячо приветствуем вас а, нет мне вот эта вот этикетка почему-то напоминает похоже на какие-то открытки или рекламу каких-нибудь туров ну знаете, когда там отправляйся в тур куда-нибудь и такое солнышко летний отпуск вот енотик тут вот симпатичный видите? миленький какой-то обнимает свой хвостик прямо как партик а этот енотик просит, чтобы мы оставили отзыв вот какие они хитрые, да? они этот да, отсюда видно жалуюсь этим енотиком так, пожалуйста, оставьте свой отзыв о купленном товаре наши талантливые дизайнеры и специалисты производства каждый день радуются добрым и честным отзывам о своей работе своими оценками вы мотивируете их на креатив и слаженность работы ну надо же ну надо же ничего себе наши изделия иногда могут иметь легкий запах опять они со своим запахом дай понюхать ой, реально вот вот зачем они сказали, что изделие имеет легкий запах если блин, надпить, конечно сейчас я вам покажу зачем они сказали, если я даже не собиралась зачем они сказали, если я даже не собиралась нюхать это я бы и не почуяла я бы и не почуяла а смотрите просто партик сейчас тут мистер пройдет просто посмотрите блин тут должно быть написано fine time ну типа время для вина ну как бы сейчас я тебя потом дочитаю подожди как бы вот оно ну отзеркалено, но здесь должно быть написано вот здесь написано time это сердечко а здесь должно быть написано wine блин ну блин тут не поместилось или что почему нельзя было сместить это дизайнеры вы плохо постарались как можно было спроектировать этот чехол таким образом, чтобы надпись куда-то уехала ну что это такое что это такое вообще ладно давайте дальше так ну изделия могут пахнуть это понятно они производят и передают товары в доставку очень быстро как правило в день оформления заказа в производстве мы используем гипоаллергенные полимерные краски и запах улетучивается в первые дни использования аксессуара если вы получили товар и обнаружили что повреждена упаковка или он не подходит не торопитесь оставлять негативный отзыв ну надо же а говорят отзывы чья что нужно по таким вопросам вы можете обратиться в службу поддержки азон нажав ну и так далее это понятно отзыв это оценка качества товара помогите другим сделать правильный выбор блин а можно как-то делать так чтобы не обращаться в азон повторно я имею в виду типа если мне что-то не понравилось например например если здесь как бы объективно не хватает надписи то есть по сути я должна идти обращаться в азон я так не люблю вот это тратить время у меня несколько раз было что были какие-то критичные моменты с доставкой с товарами в таком случае я конечно обращалась за ну типа обмен или возврат просто ну точнее как обмен возврат это и есть возврат мистер вы либо туда либо обратно либо туда либо сюда он решил съесть прямо прямо перед микрофоном короче я это все к чему если повреждения серьезные это все то конечно я буду возвращать товар зачем он мне нужен а с другой стороны ну вот мне например не хочется тратить время это же вот представьте возвращать товар это нужно заказывать новый да нужно заказывать новый еще ждать какое-то время пока они его доставят и ведь не факт что они привезут да ё-моё что они привезут что-то исправленное или новое ну то есть нормальное очень часто блин у меня столько было я хотела сделать что-то лучше на голове я сделала что-то хуже у меня была история на новый год бокалы если знаете есть определенные с надписями красивыми и там вот определенные надписи там типа для мамы там еще какие-то ну в общем разные и получалось так что я заказала несколько таких бокалов и один из бокалов мне пришлось перезаказывать около 8 раз потому что они привозили каждый раз не с той надписью просто представьте каждый раз я писала везде я писала в поддержку я писала в магазин сам это просто кошмар был это я получается заказала все бокалы где-то за полтора месяца до новых год до нового года и получается что один человек так и не получил свой бокал на новый год я изменилась и просто подарила его попозже там была именно суть в парных бокалах я получила один и мне нужен был второй парный и как бы я не могу подарить один без второго а второй меня не привозили ну уже как бы все а времени там придумывать что-то новое не было поэтому вот так здесь положили очищающую салфетку здесь вот солнышко и дождик наверное имеется в виду на все случаи жизни салфетка для телефонов и чехлов пропитана специальным составом который очищает и полирует стеклянные силиконовые пластиковые поверхности с помощью этой салфетки перед непосредственной установкой чехла тщательно очистите корпус телефона а также сам чехол от возможных загрязнений и мелких частиц ну вот так вот какая прелесть вот давайте посмотрим сам чехол поближе мы его в принципе уже посмотрели и поняли что там не хватает надписи ну ладно здесь также идет вот эта вот штучка тадам вот такая у нас девушка красивая на чехле с винишком в переде красном и в клетчатых шортах я предполагала что этот чехол идеально подойдет к осеннему времени я посмотрела у нее даже чехол красивый с сердечком вот смотрите прикольный ну на самом деле здесь эта надпись такая бледная настолько бледная и кстати я здрасте я когда заказывала этот чехол я два раза пропустила возможность его заказать только потому что его каждый раз разберут сейчас мне еще раз заказывать этот чехол я даже не знаю будет ли он в наличии так что пусть будет так как есть мне кажется половина людей вообще не обращает внимание на то что там на чехле написано так что так оставим партия пошел погулять он ушел со стола так давайте распакуем вот эту какую-то черную коробочку подозрительную почему она черная ну ладно я шучу во всяком случае во всяком случае я шучу давайте попробуем открыть я очень надеюсь что я открою нормально и не порежу ничего лишнего здесь по крайней мере картонная коробка я уже вижу и ну ее будет сложно повредить и даже если я поврежу ее то ничего страшного что-то интересное коробка там такая помятая внутри вообще серьезно сейчас вот смотрите какая помятая ну мне кажется это проблема всех коробок из доставок или из-за зона по крайней мере точно конечно более цивильные доставки они упаковывают нормально все таки так чтобы знаете и коробка доехала тоже нормально хотя можно сказать что именно предназначение коробки в дом и состоит чтобы сохранять товар в нормальном виде чтобы там ничего не ломалось и так далее но все равно хочется получать что-то такое ну красивое короче вы поняли я что-то не понимаю что это такое если честно что они призвали я вообще не помню чтоб я что-то такое заказывала что это такое что это такое ребят меня обманули меня обманули что это такое так интересно а что я не получила тогда тут написано короче черный тмин сироп экстракт сироп отпускается без рецепта врача отпускается без рецепта врача вот вы сейчас смеяться будете но у меня облегчение на самом деле потому что вот смотрите черный тмин да сироп сироп черного тмин а что внутри мое масло динт для губ просто представьте что это такое мое любимое масло динт для губ господи вы что меня так пугаете дело в том что как бы ничего страшного если они перепутали но дело в том что я коплю все доставки для видео ну то есть я могу заказывать там в течении двух недель или в течении месяца вообще если большая какая-нибудь я хочу большое видео и в таком случае возможно я просто не уверена возможно ли чтобы там пропадал срок возврата товара если он неправильный я уже испугалась а прикол в том что вот это вот масло ламель оно мне очень нравится оно дает оттенок губам я наверное вам показывала одно из маленьких масел тире тинт для губ раньше ну я пытаюсь открыть но они не дают настолько хороший не знаю как сказать короче хороший результат как вот это а проблема в том что его очень сложно найти сейчас у нас и вот я нашла одну штучку да я купила и кстати я как только купила они сразу же закончились надо было ну несколько покупать я что-то не сообразила думала уже раз появилась значит появилась но нет и то есть я примерно предполагала что в этом в этой упаковочке будет ну по весу что тут и будет масло вот это я в общем подделала и теперь могу открыть нормально когда я увидела вот эту упаковку от админа я поняла что я что-то лишилась во-первых нужно понять что вот а во-вторых я уже ну как бы не смогу вернуть скорее всего а в-третьих скорее всего если бы это действительно был блеск масла я бы его уже не заказала короче я очень рада что это оказалась просто какая-то упаковка вот вот я распаковала это масло во-первых у него объем хороший во-вторых я не замечала чтобы оно вот не знаю как ау чук чук я не замечала чтобы оно как-то заветривалось в плане того что например вот в основном вот эти вот блески предыдущие да которые я вам показывала масло они когда их открываешь они через время начинают заветриваться и окрашиваться уже внутри то есть через время губы не получают достаточного цвета смотрите какой классный вообще и он въедается в губы и получается тинт при этом это масло которое увлажняет вот так такая ярко такой ярко-розовый но я его люблю использовать не для какого-то макияжа не для макияжа а просто для ну выглядеть не мертвенькой не блекленькой а вот немножко натурально при этом вот и не запариваться там о контуре губы или еще что-то просто вот нанесла и ходишь такая вот как будто бы свой естественный цвет на губах вот пожалуйста масло для губок у нас теперь губы голаются вот в это забавно ладно так давайте следующую коробку она просто огром ну ладно огромное по сравнению со всеми вот этими вещами она огромная да а так нет мне кажется у меня бывали и огромные коробки на моих распаковках например когда я если помните распаковывала эти стеллажи этажерки ну короче поняли для ванны я уже знаю что там будет открывалась эта коробка она конечно шумна вот что находится в этой коробке это сухой шампунь батист самое забавное что слава богу они прислали нормальный я вообще люблю вот эти сухие шампуни именно от батиста я пробовала разные сухие шампуни но этот мне больше всего нравится я имею ввиду именно батист для меня он справляется лучше чем другие вот это новый батист самое интересное что я решила заказать новый аромат это типа роз голда типа золотая роза вот я его еще не пробовала но я заказывала два сухих шампуня один я уже вскрыла вот он сухих шампуни дело в том что я заказывала их два по-моему даже у одного продавца на озоне дело в том что я искала запах фреш а мне прислали фреш цитрус вот так вот они ошиблись я пробовала фреш и он мне понравился обычный фреш у него такая голубая без оранжевых без вот этих вот апельсинок что естественно потому что это цитрус здесь апельсинки а там не цитрус там обычный фреш он был он мне очень понравился я хотела еще один заказать потому что обычно я использую оригинальный запах он тоже был хороший но я попробовала фреш решила заказать мне прислали другой и опять-таки то есть я видела я почитала комментарии уже после того как я заказала и там продавец отвечает нужно обратиться в поддержку озон и отказаться вы можете также отказаться от товара на пункте выдачи когда вы осматриваете товар или там например курьер привез тоже можно отказаться проверить сразу ну вот мне например нужен был схожий шампунь именно поэтому он вскрытый то есть я им уже попользовалась в принципе аромат ну не ужасный то есть я не могу сказать что там прям какой-то он апельсиновый цитрусовый нет но сам факт того что я искала именно именно вот этот вот фреш а его как бы там не было сложно было найти было много вот таких вот цитрусовых и я заказала именно этот и он был немножко дороже но я рассчитывала что у меня придет обычный короче то есть я как бы еще переплатилась и не за что после и опять таки мне например неудобно отказываться опять перезаказывать ждать там снова ходить например на пункт выдачи если я заказываю на пункт выдачи ну короче всякое такое хотелось бы сразу получать но озон это частая проблема он очень много часто что путает а вот это все таки прислали тот аромат который я и хотела попробовать я только что пшикнула во флакончик немножко этого сухого шампуня чтобы почувствовать аромат но я бы не сказала что он как я бы не сказала что он пахнет прям изысканной розой какой то фу посмотрите посмотрите он стал ярче нет мне кажется стал на камере как будто бы не стал ну ладно не суть короче не прям запах изысканной розы напоминает запах наверное прям дешевых духов скорее всего знаете вот ну в принципе это просто сухой шампунь но я бы предпочла наверное все таки запах фреш просто нужно обязательно понимать что если будешь пользоваться вот таким шампунем то конечно этот аромат будет влиять на тот который ты чаще ну который ты используешь типа тухи и так далее то есть он будет как-то смешиваться скорее всего потому что у ботистов у них достаточно выраженные запахи ну сильные но когда это типа какой-нибудь аромат свежести это особо сильно не мешает общему восприятию а когда это определенный запах пытающийся походить на запах розы то короче это оставляет свое впечатление так дальше у нас это классно это классно это классно мне нравится мне уже нравится сейчас увидите короче вы помните наверняка что я уже заказывала ароматный крем для рук который мы сегодня использовали в начале видео корейский с разными ароматами заказывала два а это это гель для душа от этой же фирмы вот и он тоже должен быть парфюмированный так давайте вскоре посмотрим так осталось преодолеть пупырку пупырка 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 я преодолела пупырку и теперь у меня в руках огромный Огромный гель-то туша Ну как огромный? Сколько здесь? 500, наверное, да? Наверное, 500 Да, 500 миллилитров Давайте сейчас самое важное Это то, что я, по-моему, я заказала Какой-то другой аромат Который я не использовала В креме для рук Это Черная смородина, роза, мускус Да, у меня такого именно не было У меня было с розой и мускусом Пытаюсь открыть Ну, конечно, это совершенно другой запах Сейчас О, у меня получилось открытие О, боже О, он офигенный Вот это совершенно другая роза Ну, конечно, другая роза Блин, вкусно пахнет Я бы не сказала, что здесь много мускуса Но пахнет очень вкусно Мне нравится То есть это именно то, что я хотела получить От парфюмированного геля для туш Мне нравится, что у него также есть вот этот тазатор Запах, наверное, очень сильно слышно На розу И, наверное, больше к черной смородине Ну, то есть не из разряда прям мускусных Но роза очень приятная Да Намного приятнее вот той розы, которая в сухом шампуне А в общем, я довольна Любопытно, насколько долго будет оставаться этот аромат на коже Именно этот аромат, который состоит из черной смородины Розы И мускуса называется Сияющая роза Там были другие ароматы Но я не рискнула И решила выбрать тот, который мне с большей вероятностью точно понравится Вот Но если вы не любитель розы То там вполне найдется что-нибудь другое, я думаю Вот Давайте сразу на тему Геля для туша откроем Я так понимаю, что это мыло Это жидкое мыло Это жидкое мыло Давайте посмотрим Я выбирала это жидкое мыло специально Потому что я хотела найти сияющие с плетками Так уж вышло, что я, короче, долгое время не пользовалась одним из своих гелей для туша Которые были с сияющими частинами И я решила его, в общем, залить в диффузор Опять забыла, как это называется Мне должны подсказать в комментариях Короче, в эту штуку для мыла Жидкого И стала использовать этот гель для туши И мне так понравилось, что оно блестит Вообще просто Ну то есть руки блестят Всяко такое, поэтому Это должно тоже блестеть Это видно Видно ли, что оно блестит? Ну в общем, здесь написано Жидкое мыло Увлажняющее Так, а где про блестки? Где сказано про блестки? Алло Так, мне нужно... Нет Так, легкий, дветочный аромат Давайте понюхаем Тут что-то вытекло Но мне Мне нужны были блестки Где мои блестки? Почему про блестки ничего не сказано на упаковке? Меня обманули? Или что? Блин Я не вижу Ладно, давайте понюхаем Ну по крайней мере свет красивый у него Такой Синий-голубой Пахнет чем-то свеженьким Пахнет вкусно Нормально Но мне непонятно Где мои блестки? Куда вы дели блестки? Кто видит здесь блестки? Я вас проверю Я не вижу блесток Где они? На самом деле Если присмотреться Да, там Там очень мелкие частицы Вот блестящие Но Я думаю Что скорее всего Это не То, что я ожидала получить Потому что У того геля для туша Были прям Крупные блестки Ну ладно Я проверю потом С блестками А ну или нет Кстати, да Вот тут Прям Вот смотрите Заметно Есть какой-то Отплеск Видите? Вот Идет Если кто разбирается Кто делает Часто ногти себе Есть вот этот вот Эффект Кожачий глаз Вот оно Мне кажется Такой эффект Имеет Какие-то частицы Видите? Все-таки Блестки есть Ладно Не обманули Он как будто Чувствует Что следующую посылку Я хочу открыть Ту Которая Была куплена Для него Это большая посылка Она в прозрачном пакете Я сейчас покажу Вот такая Огромная Посылка И это Когтеточка Для моего котика Он тут уходит И сбивает мне Мои наушники Микрофон Пожалуйста Пожалуйста Похоже Он меня отблагодарил Короче Это новая Когтеточка Для моего кота Давайте откроем Я ему до этого Покупала Именно Такую же Когтеточку Именно у этого Продавца Но только цвета Другого Бежевого А это Серое Здесь Отдельно Идет Вот эта Часть Сама Об которую Котики Дерут С моей Когне С Жариком С этой стороны Она Ввинчивается Просто В дно В основание Точнее Серое Не знаю У меня просто Серый диван Он уже Ходит здесь Это С нетерпением Видимо Ждет Чтобы я отдала Эмод Выглядит Тоник Я решила Что Так как У меня есть Некоторые детали Из мебели В сером цвете То есть у меня У меня вот этот диван Серый Сам стол Серый Поэтому Вот эта штучка Тоже будет серой Сейчас я покажу Само основание Оно тоже серое Само основание И самое забавное Что здесь С другой стороны Надпись Вот Здесь написано Вкручивать С другой стороны То есть Многие люди Не находят Вот это Место Куда конкретно Вкручивать Вот сюда И пытаются Видимо Возмутить Да что Дырки Типа нету Наверное Не знаю В общем Вот такая Серая Когдиточка Там Видимо Там буклет Я думаю С инструкцией Но Инструкция В принципе Не нужна По сути Потому что Я уже Такую Я такую Уже Вкручивала Давайте Попробуем Вкрутить В прямом Эфире Я имею Ввиду На видео Как видите Здесь Ничего сложного Нету Но Раз Надпись Есть То Были Случаи Скорее Всего Непонимания Куда Куда Нужно Вкручивать Вот так Вот Крутишь 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 И До Полного Он Кстати Видимо Знал Уже Что У него Есть Новая Когти Дочка Потому что Я уже Говорила Что Собираю Заказы За Некоторое Время За Две Недели И Она Приехала Достаточно Давно И Он Ее Видел И Наверное С нетерпением Ждал Когда Я Ему Ее Поставлю Хороший Такой Помпончик Хорошая Вот эта Когтиточка Насколько Ее Хватает Может быть Год Скорее Всего Или Девять Месяцев Наверное Где-то Так Вот такая Когтиточка Мне кажется Там есть Другие Размеры Потому что Их же Надо Выбирать Типа Размер Кота Для моего Кота Вот это Нормальное Все Он пошел Развлекаться Со своей Новой Когтиточкой Ему Вроде Понравится Но Он Сразу Вносил В нее Свои Когтки И теперь Там Что-то Нюхает Но Это Не Первая Смена Его Когтиточки На самом деле Когда Я Ставила Первую Когтиточку В его Жизни Он Отреагировал На нее Так Будто Ее Не Существует Типа Что Ты Мне За Фигню Принесла Сюда Вот Но Потом То есть Он Приучился И Ему Понравилось И Теперь Когда Я Ему Меняю Когтиточки Он Очень Остается Последняя Посылка Которую Мы Должны Вскрыть Распаковать Опять-таки Очень Надеюсь Что Я Ничего Не Повредила Внутри Но Там Тоже Коробка По идее Не Должна Повредила Я Уже Знаю Что Это Я Уже Знаю Что Это Давайте Вскроем Эту Пупырку Та-дам Вот Такая Маленькая Коробочка По-моему Она Не Очень АСМР Мне Кажется Были Коробочки И Более АСМР Звука Давайте Вскроем Надеюсь Некромко Вот Такая Вещь Красивая Внутри Аккуратно Достаем Это Была Громко Но Вот Почему Так Громко Иногда Некоторые Вещи В Распаковках Я Не Ожидаю Что Я Смогу Открыть Тихо Но Открываю А Некоторые Я думаю Что Будут Тихо Они Получаются Громкие Надо Вот Такой Пакетик Аккуратно 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 Вау, ну мне кажется это очень красиво, в общем-то это ручная работа, ну вроде бы вот это маленькое сердечко, там то ли покрытие золотом, то ли само золотое, я не помню. Мне нравится, что они запаковали в коробку, потому что у них в описании указана коробка в виде упаковки, но я читала в отзывах, что кому-то привезли просто в бумажном конверте, по-моему. И в общем в качестве извинения что-то там положили, но видите ли, мне прислали в... Я звуки пытаюсь сделать, но мне прислали в коробке, и это хорошо, очень красиво. Я вообще люблю сочетание чёрного и золотого. И мне нравится вот эта часть вот с этими вставочками. Слышно ли что-нибудь? Давайте попробую надеть. У меня правда воротник не слишком широкий для этого, но сейчас попробую. Это вообще именуется как чокер, но мне кажется, он настолько как бы имеет разницу в длине за счёт вот этой цепочки, что его можно носить просто как кулон, типа украшения. Я не вижу, где застёгиваю. Вот так. Я застегнула вместе на уши с наушниками. Я переодела наушники нормально. У меня здесь другой кулончик висит, сейчас я его сниму, чтобы это не мешало общему виду. И мы посмотрим, как это смотрится. Масло масляное. Я не уверена на максимум, или я застегнула, потому что я застёгивала в камеру, а не в зеркало. Но вот как это выглядит. И мне кажется, это очень красиво. Опять-таки, наверное, не для этой футболки, но по-моему, это очень-очень красиво. А вот это я пока оставлю. Пожалуй, на этом можно закончить сегодняшнюю распаковку. Да, она получилась немножко меньше, но не беспокойтесь. Это из-за того, что часть заказов была на Хэллоуин. Вот. Поэтому, ожидайте в скором времени распаковку на Хэллоуин. И некоторые декорации для Хэллоуина. Также мне должно было прийти в одних из хэллоуинских заказов журнал по Гарри Поттеру на тему Хэллоуина тоже. Я думаю, что будет очень интересно вместе его почитать. Тоже в формате ASMR. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вот эти все новые видео. Спасибо вам за просмотр. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за подписки. Оставляйте свои идеи в комментариях. И не забывайте смотреть мои другие видео. Всем спасибо большое. Спокойной ночи и пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok